МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это 5 минут о географии. Какая река длиннее? Нил или Амазонка? Почему Устюрт неправильное название для плато? Кто такие турки Ахыска? И в наше время совершаются географические открытия. Одно из последних касается самой длинной реки на планете. До 2008 года самой-самой по длине считалась река Нил. Она берет свое начало в озере Виктория на востоке Африки и несет свои воды по территории трех государств – Конго, Судана и Египта. Весь водный путь Нила составляет 6 852 километра. Кроме длины, у каждой крупной реки есть еще два показателя, которые ее характеризуют. Первый – это площадь бассейна, то есть всей территории, с которой вода стекает в эту реку. Бассейн Нила на 700 тысяч квадратных километров больше территории Казахстана. А вот по второму показателю по расходу воды Нил уступает самой полноводной реке Казахстана. У нас это Ертыс. За одну секунду по нему протекает 3000 кубометров воды, а по Нилу всего-навсего 2830 кубометров. Для сравнения, стандартный плавательный бассейн вмещает в себя 2500 кубометров. Но вернемся к длине. Что если для измерения расстояния человечество пользовалось бы не километрами или милями, а нилами? В таком случае расстояние от Земли до Луны составило бы 56 нилов. 384 400 километров, которые отделяют нас от нашего спутника, мы разделили на длину Нила – 6 852 километра. В масштабе это 1 сантиметр. И в итоге у нас получается 56 нилов от Земли до Луны. А вот если бы вместо Нила единицей расстояния была Амазонка, то путь до Луны по прямой составил бы уже 55 амазонок. А все потому, что, как выяснилось, в 2008 году южноамериканская река на 140 километров длиннее своей африканской сестры. Для начала ученые уточнили расположение истоков Амазонки. Место, где рождается река, они нашли в перуанских Андах на высоте 5000 метров. По дороге исследователи расставили спутниковые маячки. Эксперты Бразильского национального центра космических исследований изучили данные со спутников и отобрали у Нила звание самой длинной реки. Таким образом, Амазонка стала и самой длинной, и самой полноводной рекой планеты. Только представьте, воды, которая протекает по Амазонке за одну секунду, хватит на то, чтобы наполнить 88 плавательных бассейнов. Приставку «Усть» традиционно используют для обозначения того, что географический объект находится возле устья реки. Пример – город Усть-Каменогорск. Он возник возле того места, где река Ульба прокладывает путь сквозь скалы и впадает в Ертыс. А вот с названием плато «Устьюрт» у русских географов вышла ошибочка. На плоской возвышенности между Каспийским и Аральским морями нет никаких рек, а значит нет и устьев. Кочевники, перегонявшие через плато скот, называли эту местность «Эстюрт», то есть равнина, плоская земля, горизонт. Но русские топографы решили не вдаваться в языковые особенности и записали это непонятное слово обычным термином, к которому уже привыкли за многолетнюю практику. Географы не раз предлагали исправить эту ошибку, но неправильное название пока остается на карте Казахстана. Тамая большая диаспора этого народа, 200 тысяч человек, проживает в Казахстане. В средние века их предки осели на Кавказе, а во время Великой Отечественной войны их выселили в Среднюю Азию. Как такая перемена мест повлияла на традиции турков Ахыска? Об этом сегодня в культурной географии. Турки Ахыска родом из Грузии, из Ахскелинского района, и поэтому нас турки Ахыска называются. В самом деле мы турки. Так получилось, что в нашей культуре смешались турецкие и кавказские традиции. Мы танцуем турецкие танцы, например, танец бар и кавказские танцы визгинку. Свадебное платье турецкие девушки Ахыска красное. По-мусульмански традиция рукава длинная, а сама платье в пол. На руках платочки. Обязательно элементы ремни серебряные, чтобы девушка была сильная и крепкая. Весь наряд расшит золотом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Любовью к земле и людям. Пока!